Создание логотипов. Разработка айдентики бренда. Бизнес-консультирование. Студия «Лейс в кружевах». Свой колодец на даче. Эта чистая вода всегда рядом. Организация предлагает строительство колодцев под ключ, а также организует доставку колец. Телефон 681421. Старт продаж квартир ЖК «Золотая россыпь» в 10-ти этажном кирпичном доме с индивидуальным отоплением. На улице Лесково, Фрунзинский район. 33-56-16. В цирке 50% скидка на билеты. Успевай, дешевле не будет. Пластиковые окна со скидкой до 50%. Замеры доставка бесплатно. Звони 68 16 08. Огна Пласт Плюс. Огна Пласт Плюс. Жить хорошо, а без долгов еще лучше. 23 87 87. Консультация бесплатна. Раньше властелином интернета мог быть только один. А с новым роутером Дом.ру быстрого интернета хватит на всех. Ваш проверенный Метис теперь и по адресу машиностроителей 7. Гвозди, болты, саморезы, отечественный и импортный крепеж. Метис. У нас все железно. Метис. У нас все железно. Добрый вечер. В начале «Куротка» главного к этому часу. В Рыбинске зафиксирован подъем заболеваемости так называемой машиной лихорадкой. Только за август заразилось столько же людей, сколько за весь год. Чем опасна болезнь? Расскажем. Украли 5 миллионов и скрылись на велосипеде. Вступил в силу приговор лжеинкассаторам, которые ограбили один из ярославских автосалонов. В Рыбинске зафиксирован подъем заболеваемости так называемой машиной лихорадкой. Только за август заболело столько же людей, сколько за весь год. Медики выделяют примерно десяток мышиных лихорадок, но чаще всего так называют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Она распространенная и одна из самых серьезных. Врачи говорят, что протекает болезнь в три периода. Сначала интоксикация, то есть температура, головная боль, может начаться рвота. Затем эти симптомы уходят, но почки перестают перерабатывать жидкость. В третий период, наоборот, все, что почки не переработали, начинает покидать организм. Лечат такую лихорадку в первую очередь не медикаментами. Их используют только при необходимости. Самое главное – постельный режим. И желательно в больнице, ведь может потребоваться искусственная почка, если природный откажет. А вот профилактики как таковой нет. Главное – не соприкасаться с переносчиками болезни. Люди убираются в помещение, где поднимают пыль, выдыхают ее, где были выделения, эти грузы, вдыхают. И таким образом она попадает уже в организм. Входные ворота, как правило, в верхние дыхательные пути. И мы видим эти проявления – краснота в горле, красные глаза. В региональном Роспотребнадзоре поясняют, что только за 7 месяцев этого года уже зарегистрировано почти 90 случаев. Наиболее высокие показатели в Углическом, Большесельском, Первомайском, Тутаевском, Ярославском районах и в самом Ярославле. В Ярославской области обезвредили боевой снаряд столетней давности. Житель Углича во время ремонта обнаружил в стене бани опасную находку. После чего сразу же обратился к специалистам. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Хозяев, а также соседи эвакуировали. Территорию в радиусе 500 метров оцепили. Специалисты определили, что имеют дело с боевым снарядом диаметром 76 миллиметров образца 1914 года. При этом эксперты установили, что он представлял реальную угрозу. Опасную находку извлекли из стены дома, погрузили в машину с песком, вывезли в безопасный район и обезвредили. Сейчас жителям ничто не угрожает. О темах и новостях, которые ярославцы и жители области сейчас активно обсуждают в соцсетях, расскажем в нашем традиционном дайджесте. Тест-драйв не пройден. Так назвали эту аварию в Ярославле пользователи социальных сетей. Накануне на Ленинградском проспекте точки соприкосновения нашли Шкода, Форд и автомобиль такси марки Киа. По словам очевидцев, столкновение допустили водители чешской и корейской машин. После удара пострадал еще и Форд. Все произошло в момент переключения светофора. Шкода, по всей видимости, принадлежит одному из автосалонов и предоставлялась для ознакомительных поездок. Водителя одной из иномарок доставили в больницу. Наживался на больных людях. Жители Ярославской области обвиняют в мошенничестве. Следствие установило, что мужчина поставлял в больницу некачественное лечебное питание. Оно не соответствовало нормам. Кроме того, в него не добавлялись необходимые сухие белковые смеси. За два года выполнения контракта мужчина сэкономил на пациентах больницы свыше 17 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На имущество руководителя фирмы наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Ярославцы в соцсетях продолжают обсуждать последствия перекрытия на время ремонта Тутаевского шоссе и прилегающих к нему дворовых проездов. Например, такое видео опубликовал один из жителей Дзержинского района. Был газон, стала проезжая часть комментировать свой ролик автор. Судя по хорошо заметным следам от колес, автомобили в этом месте теперь ездят с завидной регулярностью. А кое-кто в комментариях шутит. Теперь Тутаевское шоссе проходит через дворы. А вот в Ростове в одном из дворов появился неожиданный участник движения. Змею рядом с пешеходной тропинкой сняли местные жители. Некоторые пользователи соцсетей определили, что это безобидный уш. Другие возражают. Даже безвредная змея может серьезно напугать, например, ребенка. Ну а третьи и вовсе рассказывают. В других дворах встречали не только ужей, но и гадюк. Вступил в силу приговор в отношении троих ярославцев и москвича, которые под видом инкассаторов похитили из автосалона более 5 миллионов рублей. Напомним, преступление было совершено прошлым летом, получив информацию, что служебный автомобиль инкассации выехал на маршрут, столичный исполнитель в форме зашел в автосалон, сумел получить у кассира деньги, сел на велосипед и уехал. Преступников задержали только через несколько месяцев. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Криминальный квартет полностью признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. Это смягчило приговор Фрунзенского районного суда. Мошенники получили от 3 до 3,5 лет условно, а с испытательным сроком 3 года. К другим темам. В Ярославле сдан первый объект в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мэр города Владимир Волков лично проверил результат ремонтных работ в Красноперевальском переулке. По словам специалистов, претензий к дороге нет. Подрядчик рассказывает, на участке протяженностью почти 2 километра поменяли асфальтовое покрытие, установили новые бордюры, нанесли разметку. Также были демонтированы старые колодцы и взамен установлены новые. По словам экспертов, гарантийный срок для новой дороги не менее двух лет. Объект начинался строиться в конце июня месяца и должен был, согласно контракту, сдан к 10 октября. Мы сделали его с опережением, ввели его 12 августа. Дополнительные работы были здесь сделаны в части водоотведения. Светофорные объекты остались без изменения, освещение тоже без изменения. С нетерпением завершения ремонта ждут и жители дома по улице Карла Липнихта в Рыбинске. Благоустройство по контракту должно было закончиться к 1 сентября, но работы, едва начавшись, приостановились. Подробности в следующем сюжете. Ирина Дорофеева показывает три тома в эпистолярном жанре. Переписку с властями жители дома в Велении один месяц. Терпеть такие условия больше не было сил. Наш дом 1966 года рождения. Весь асфальт вокруг дома у нас износился. У нас были кругом лужи и осенью и весной мы не могли войти в подъезды. И самое главное, был полон воды подвал. И вот в начале этого года переписка с властями закончилась. Позитивно. Развязкой трехтомника стало решение о благоустройстве двора на Карла Липнихта. Даже сроки определили закончить до 1 сентября. Первый день они сняли асфальт старый, выкорчевали, какие-то деревья поспиливали. На второй день были два мужчины, копали вот здесь под кабель. И потом опять были мужчины, докорчевывали корни. В общей сложности трудились здесь рабочие 4 дня, говорят люди. И после этого они пропали, добавляют жители, даже ограждение не выставили. Не было рабочих 3 недели. И вернулись они только в тот момент, когда сюда приехала наша съемочная группа. В управлении городского хозяйства, это заказчик работ, нас заверили, что это чистой воды совпадения. И объяснили, почему работы на объекте приостановились. Выяснилось, что проектные отметки не соответствуют действительности, не было привязки к проездам и к дворам. И вертикальной планировкой не получалось отвезти воду с данного участка. Соответственно, проект отправили обратно проектировщику на переработку. И вот, все грехи исправлены. Подрядчик заверяет, благоустройству быть, причем в срок. Так что в День знаний жители этого двора отметят и праздник обновления придомовой территории. Никита Мордовин, Николай Лебедев, Вести, Ярославль. Новые правила для застройщиков. Закон, призванный защитить участников долевого строительства, вступил в силу полтора месяца назад. Что изменилось на региональном рынке недвижимости за это время, узнала Мария Андрианова. Новый закон прежде всего призван защитить дольщиков. Но как это отразится на ценах на недвижимость? Эксперты строительного рынка уверены, окончательные выводы можно будет сделать чуть позже. Однако уже сейчас заметно, что стоимость квадратного метра постепенно увеличивается. На сегодняшний день она растет. То есть это не какие-то там большие, там не 10, не 15. То есть мы пока наблюдаем такую небольшую, плюс 2-3 процента, это может быть в среднем. И опять же таки проговорю, что очень все сильно зависит от застройщика. Средняя цена за квадратный метр в Ярославле 43-44 тысячи. Более интересные проекты от 48 до 55 тысяч квартир в новостройках на окраине или за чертой города могут обойтись и дешевле 40 тысяч за квадрат. Эксперты прогнозируют небольшое снижение объемов строительства. Объясняют это изменением самой структуры строительного рынка. Возвращаясь к новому закону, отмечу, главный принцип – невозможность для застройщика сразу потратить деньги дольщиков. Средства накапливаются на особом банковском счете. Доступ к ним организация получает только после завершения всех работ. Сейчас в регионе 100 компаний реализуют 175 строительных проектов. Это почти 1 миллион квадратных метров жилья. Но на новую систему перешли немногие. На сегодняшний день у нас 5 компаний официально начали работать со скровосчетами. Порядка уже полутора миллиардов общее проектное финансирование по этим объектам. Это достаточно серьезная цифра. В основном это Ярославль, Ярославский район. Самый крупный объект – это более 800 миллионов объект на территории города Ярославля, улица Свердлово. Закон все равно оставляет для компаний возможность строить объекты по старой схеме финансирования. Но только в двух случаях, если здание уже готово на треть или заключены более 10% договоров долевого участия. Таких застройщиков в регионе 68. Документы еще троих на продолжение работ по старой схеме финансирования находятся в стадии рассмотрения. Впереди прогноз погоды, затем вернемся в студию и продолжим. Площадка рядом с мойкой называется «Пляж». Да-да, ты сама выбираешь цвет пляжа, материал и чтобы все было включено. Не гневи шефа, готовь на кухне Лорена. Лорена. Субтитры предоставил DimaTorzok 705-летие отмечает Толкская икона Божьей Матери и сама обитель, которая появилась на месте обретения образа. Начались мероприятия еще вчера. На Толкской пристани встретили речной трамвайчик с паломниками. А сегодня в стенах монастыря митрополит Ярославский и Ростовский Пателеимон отслужил божественную литургию. Для паломников и гостей была открыта знаменитая монастырская кедровая роща, где построена часовня в честь Толкской иконы Божьей Матери. Очень чудный и прекрасный день Матерь Божья нам послала, потому что мы все время молились, простили у Матери Божьей, чтобы не было дождя и чтобы был прекрасный день. И вот Матерь Божья услышала нас грешных, недостойных. И сегодня мы как в раю живем. Здесь такая, ну ты понимаешь, что здесь так красиво, хорошо, ты хочешь насладиться свежим воздухом, посмотреть красотой, послушать, как изменят колокола. Мы привели племянника, у которого нога болит, а он сидит сейчас там, как здесь, хорошо, наверное, не уйду отсюда. Действительно, так хорошо мы себя чувствуем. Мы приехали с Москвы. В день обретения Толкской иконы Божьей Матери домой вернулась и еще одна святыня. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов передал епископу Рыбинскому и Даниловскому Вениамину за престольный крест, который был утрачен из храма Спаса нерукотворного образа в селе Кукобой. Реликвия была обнаружена в Тверской области и теперь вернется в Спасский храм. В стараниях благочестивых людей в Спасский храм сегодня я очень счастлив передать эту святыню. Это запрестольный алтарный крест, который до 30-го года находился в Спасском храме. История со счастливым финалом. Полтора месяца назад вести рассказывали о рыбинском поэте и музыканте Викторе Матвееве. Он нуждался в электрической коляске. На обычной в подъезд не заехать без посторонней помощи, а после долгого вращения колес руки плохо чувствуют музыкальные инструменты. На концертах Виктор Матвеев выступает 2-3 раза в месяц. Сюжет о рыбинце вышел в эфир и через 2 дня в квартире Виктора раздался звонок. Нашлись люди, которые помогли получить коляску, причем совершенно бесплатно. Людмила Рябова и Алена Корсакова связались с московской компанией и организовали благотворительную акцию. Виктор говорит, что такой подарок сделал его более свободным. Теперь не нужна посторонняя помощь, чтобы заехать в подъезд, да и руки не перенапрягаются. Ведь двигает коляску автомат на аккумуляторе и его не нужно часто заряжать. На 30 километров хватает. Но я в километрах не меряю, я выезжаю. Вот иногда я делаю теперь. Раньше для меня это было недоступно. Вокруг дома могу прокатиться. В празднике, когда движение у нас в центре перекрыто, вот на площади Рунова я могу выехать там погулять. А теперь новостях, которыми ярославцы делятся в соцсетях. Арбузам, дыням и винограду не помешало холодное лето. Необычный урожай собрал дачник из деревни Любильцево Ростовского района. Мужчина 5 лет назад попробовал вырастить арбузы и опыт оказался удачным. В этом сезоне экспериментатор собрал порядка 10 сочных плодов, самый крупный, весом более 7 килограммов. Примерно столько же выросла дынь. Сейчас на даче дозревают виноград. Его выращиванием занимается вся семья. В рамках дачного эксперимента посадили около сотни сортов. Таким образом, хозяева выявляют самые выносливые и подходящие для нашего климата растения. Шанс собрать хороший урожай винограда у садоводов есть. Тем более, что в Ярославль наконец вернулось лето. Столбики термометров накануне добрались до отметки в плюс 27 градусов. Сегодня чуть прохладнее, но все равно солнечно и тепло. Горожане поспешили воспользоваться хорошей погодой. Например, дети радостно штурмовали фонтаны. Будем надеяться, что жара останется с нами и можно будет искупаться и в естественных водоемах. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до встречи на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Столкнулись с коррупцией? Чиновники не дают развиваться бизнесу и вымогают взятку? Обращайтесь в полицию. 0-2 Телефон доверия ОМВД России по Ярославской области 73-10-50 Пожарно-спасательная служба Ярославской области предупреждает. Пожар легче предупредить, чем потушить. Если беда приходит в дом, помни. Телефоны пожарных и спасателей 0-1 и 112. Когда вы поймете, что нельзя сжечь сухую траву и небрежно обращаться с огнем, особенно на отдыхе. Сколько нужно печальных и трагичных уроков, загубленных жизнью людей и животных растений. Когда вы поймете, что мусор сжигается в бочке вдали от дома, а рядом должен быть резервуар с водой, что за собой нужно убирать. Пожарно-спасательная служба Ярославской области предупреждает. Сохраняйте трезвую голову и соблюдайте меры безопасности при обращении с огнем. Добрый вечер. Эфир телеканала «Россия-24». Ярославль продолжает программа «ФАС». Уполномочен заявить в студии Арсений Кондратьев. И сегодня о том, как подключить дом к электроснабжению, мы поговорим с начальником отдела антимонопольного контроля регионального УФАС Анастасией Турутиной. Анастасия, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Все-таки с какими проблемами сталкиваются собственники жилья при подаче соответствующей заявки? Из чего вообще начинается подключение? Ну, вообще, собственники с массой проблем сталкиваются. Они и в момент подключения у них возникают проблемы с подачей заявки. не ту организацию направили, затягивают сроки рассмотрения заявки, не направляют проект договора или навязывают какие-то невыгодные условия. И уже заканчиваются проблемы, когда уже идет электроснабжение, и там возникают проблемы с ненадлежащим качеством ресурса. Но вообще, прежде чем говорить о ресурсе, все-таки необходимо начать с тех присоединения. И тех присоединения начинаются с подачи заявки в сетевую организацию, которую сетевая организация обязана рассмотреть надлежащим образом. Как должна быть оформлена эта заявка и кому ее подавать? Ну, вообще, постановлением правительства предусмотрены правила технологического присоединения. И в этих правилах предусмотрен полный перечень всех документов, в зависимости от того, какая мощность присоединяется, кто присоединяется, это физическое лицо или юридическое лицо, различный пакет документов. Но если говорить об обычных потребителях, которые подсоединяют свой дом для бытового потребления, то там необходимо указывать фамилию, имя отчества заявителя, необходимую максимальную мощность, где находятся энергопринимающие устройства и их наименование, с кем планируется заключение договора энергоснабжения. И также, если энергопринимающие устройства на настоящий момент еще только в проекте, необходимо указать план введения этих энергопринимающих устройств в действие. Анастасия, как должна быть правильно оформлена соответствующая заявка, чтобы поставщик на нее ответил положительно? Есть ли какой-то формуляр, бланк и так далее? Безусловно, сетевая организация, если к ним обратиться непосредственно, они предоставят определенную форму, по которой заполняется эта заявка. Но также можно и самостоятельно. Главное указать все необходимые характеристики и приложить все необходимые документы. Тут возникает проблема больше с направлением заявки. Куда же все-таки обращаться, чтобы установить необходимую сетевую организацию?